Добрый день! Добрый вечер, в эфире 35-го телевизионного канала. Як завершил цей час программа «Добрий вечер», наша гостя сьогодні – Олена Анатолійовна Кириличенко, начальник реєстраційної служби Головного управління юстиції у Миколаївській області. Добрий вечер! Добрий вечер! Итак, Елена Анатолійовна, начнем то, что называется сначала. Государственная регистрационная служба. Чем занимаетесь, собственно? С какой целью были созданы? Ну и что регистрируете? Ну, были мы созданы в ноябре 2011 года. И в принципе в наши задачи входят регистрационные функции по нескольким направлениям, каждый из которых существует отдельно, каждый из которых возглавляет отдельный структурный руководитель. Ну и начну с того, который существует дольше всех, а это государственная регистрация актов гражданского состояния. К нам эти функции перешли в ноябре 2011 года. Совершенно новое направление, которое было создано вот именно в этот период, это регистрация имущественных прав на недвижимость. Таким образом, с 2012 года мы занимались подготовкой личного состава, но вот с 1 января 2013 года мы активно стали заниматься тем, чем ранее занимались Бюро технической инвентаризации, то есть регистрация прав на недвижимость. Но кроме всего, к нам перешли еще функции по регистрации прав на земельные участки. Это то, чем ранее занимались в управлении государственно-земельных ресурсов. Ну и еще одно направление, которое совершенно недавно к нам перешло, буквально с июля этого года, это регистрация юридических лиц и физических лиц-предпринимателей. Ранее эти функции осуществлялись государственными регистраторами, которые работали в структурах районных государственных администраций и исполкомов городских советов. На сегодняшний день они также находятся в нашем составе. А чем, собственно, была вызвана сама реорганизация? Ну, собственно, действительно ранее вот эти вот все регистрационные функции были распределены между разнообразными государственными органами, либо коммунальными структурами, но и оно же работало. Сегодня это все объединено, то, что называется, под одной крышей. Какова была цель этой реорганизации? Ну, в принципе, это все охватывалось опцией указа президента об оптимизации уровня государственной власти. И регистрационная служба была создана именно на основании этого указа. И, в принципе, планировалось, что в одних руках, в руках государственного органа, должны быть сосредоточены функции, связанные с государственной регистрацией, чего бы то ни было. Но это в данном случае объединили все то, что ранее делали иные государственные или коммунальные структуры. И я думаю, что это не последняя опция, которой мы будем заниматься, не последние регистрационные действия. Пока это в планах государственной регистрационной службы. Но вот на сегодняшний день могу добавить к тому, чем мы занимаемся, тысячи регистраций политических партий, общественных организаций и печатных средств массовой информации. Когда произошла реорганизация, связанная с регистрацией прав собственности на жилую, нежилую недвижимость, то есть, когда эту функцию отобрали у бюро технической инвентаризации. Ну, скажем так, даже люди, которые в тот момент или на сегодняшний день ничего из недвижимости, живой либо неживой лой, не продавали, либо не покупали. Ну, мы слышали о том, что есть там определенные проблемы, я не знаю, там, организационного характера. Очереди возникли, которых, например, раньше в БТИ не было. Ну, говорили там по поводу того, что услуга сама удорожала. Что для граждан это не очень удобно. Насколько, скажем так, эти слухи и эти разговоры были оправданы, если они были оправданы. Ну, на сегодняшний день эта проблема решена. Ну, я хочу сказать, что эти слухи, по-видимому, были интересны определенным кругам, которые пытались их насаждать. То есть вы имеете в виду БТИ, которые потеряли эту услугу и возможности этого заработка? Ну, в принципе, если прямо говорить, совершенно верно. Потому что, если мы вернемся в историю декабря 2012 года, то, вероятно, все вспомнят, какие очереди стояли под БТИ. И ведь это все было, в общем-то, в ручном режиме сформировано. Люди боялись, они не знали, что такое государственная структура, как они будут регистрировать, что с этим будет связано. Но я хочу сказать, не прошло и месяца, как в моем журнале отзывов граждан, которые посещали регистрационную службу, появилась запись «Ура! Не надо идти в БТИ». Для меня это было, поверьте, наивысшей похвалой. Тем более, что эта запись появилась совершенно неожиданно для меня в тот период, когда был достаточно напряженный еще. Это был февраль текущего года. Но уже то, сколько я слышала за этот год хвалебных отзывов о том, как организована работа, что у меня создан консультационный центр, там стоят регистраторы. Они перед тем, как сдать пакет документов, люди не брошены сам на сам со своими проблемами. Они подходят к консультантам, они их консультируют, смотрят их документы, помогают им заполнить, говорят, чего не достает. И если чего-то не достает, не советуют сдавать, потому что если сдаст человек документы на регистрацию, и ему будет отказано, то уже деньги не возвратятся. Поэтому мы очень бережно относимся к тем, кто является нашими посетителями и пытаемся в меру сил помочь. Но все равно мы сегодня слышим так на уровне разговоров, что длительный период времени, ну я не знаю, там день, занимает непосредственно регистрация, например, там права собственности на вновь купленное жилье. Насколько оправданы такие разговоры? День, если это у нотариуса, безусловно так, потому что мы поделили функции регистрации с нотариусами. И если речь идет о нотариальном правочине, который совершает нотариус, то тогда человек должен идти не к нам, он должен идти к нотариусу, который обязан при удостоверении договора зарегистрировать право собственности за продавцом, удостоверить договор купли-продажи, например, и зарегистрировать право собственности за покупателем. И тогда на это уйдет день. Но представьте себе, сколько ранее уходило времени на то, чтобы всё это сделать. Человек должен был пойти в БТИ, заказать себе соответствующую справку. На эту справку уходило от 5 до 30 дней. Он должен был подождать, в зависимости от этого устанавливался тариф, какой будет по срочному или не по срочному. Дальше он должен был побегать по инстанциям, собрать документы, и только после этого он должен был пойти к нотариусу. На сегодняшний день он избавлен от этой необходимости. Ему просто нужно пойти к нотариусу, и больше ничего. И нотариус сам, видя его документы, сделает всё то, что необходимо. И не надо никуда идти, и в БТИ в том числе, и для того, чтобы ранее получить такую справку, если помните, надо было пройти техническую монетаризацию, а без неё это было нереально. А это деньги, это тоже достаточно значительная сумма для бюджета определённой семьи. Поэтому вот этого сейчас всего делать не нужно. То есть, насколько я понимаю, вы являетесь всё-таки сторонником реорганизации, которая произошла. Хорошо. Николаевцы активно сегодня, либо неактивно покупают и продают жильё. Что происходит у нас на рынке? Ведь вы же видите эту статистику. Да, я вижу, но я вам хочу сказать, что она никак не поменялась, и зависит она вовсе не от того, кто регистрирует право собственности. Безусловно, она зависит от экономической ситуации. Я просто вот то, что называется, может быть такая информация, она не является секретной. Падения безусловно нет, мы этого не наблюдаем, потому что судя по количеству регистраций, которые произвели мы, то мы произвели на 30% больше, нежели до этого в 2012 году было зарегистрировано Бюро технической монетаризации. Безусловно, я делаю скидку и погрешность на регистрацию прав на землю, которая отображается в нашем реестре, на иные права, но я не вижу падения по статистике. А вот тут такой ещё важный момент. В тот момент, когда вот эта функция была забрана у Бюро технической монетаризации, они ведь ввели, ну собственно, у них некий архив существовал, то есть они фиксировали право собственности, а теперь вы когда оформляете, ну регистрируете право собственности, не возникает ли здесь некая опасность для покупателя. То есть, ну скажем так, недобросовестный продавец может скрыть какую-то информацию, жильё там может находиться в залоге, у него могут быть, собственно, там ещё другие совладельцы. И, учитывая то, что эта информация может остаться в БТИ, в старых архивах, вы эту информацию не получили, человек, добросовестный покупатель может, скажем так, ну я не знаю, стать жертвой мошенников, такого мошенничества своеобразного. Может такое быть или нет? Ну, я вам хочу сказать так. У нас информационная составляющая нашего реестра, все предыдущие реестры, которые велись различными администраторами, включая реестр прав собственности, который вело БТИ в электронном виде, и вёлся этот реестр с 2003 года. Реестр ипотек, у нас он тоже есть информационной составляющей, и единый реестр запретов на отчуждение объекта недвижимого имущества. То есть, если это имущество находилось в ипотеке или под какими-то обременениями, даже не связанными с ипотеками, мы это безусловно увидим, потому что единый реестр запретов на отчуждение вмещал даже архивные данные, которые ещё в 90-х годах с этих годов обликовываются в этих реестрах. Поэтому сказать, что в этом есть какая-то опасность того, что можно произвести отчуждение, безусловно нет. Поскольку как только мы начнём регистрацию права собственности, то я подчёркиваю, мы обязаны при регистрации права перенести все сведения об обременениях на это имущество недвижимое в наш реестр. Поэтому одновременно с регистрацией там появятся записи, которые препятствуют отчуждению этого имущества. И ни один нотариус не произведёт такого отчуждения. И даже если электронный реестр не вёлся в БТИ, то в любом случае нам достаточно вводит того, что два других реестра показывают какие-либо обременения с имуществом. Но знаете, о нашем реестре говорили такие вещи, что кто первый встал, того и тапочки. Кто пришёл к нам и первый зарегистрировал право на объект недвижимого имущества, вот тут как бы и впереди. Но это вовсе не так. Почему? Потому что, я уже сказала, мы видим все данные, которые там были. Да, есть определённая опасность, если к нам придёт на регистрацию, допустим, с правоустанавливающим документом человек, который приобрёл право собственности до введения электронного реестра. Вот тогда будет очень сложно сказать, кто кому что. То есть до 2003 года? Да, да. Я, к сожалению, должна констатировать отсутствие надлежащего взаимодействия между нами и Бюро технической инвентаризации, потому что, к сожалению, на наши письменные запросы мы не всегда, а чаще всего не получаем ответов. Они для нас очень важны подчас, поскольку бумажных носителей мы не имеем. Бумажные носители все находятся в Бюро технической инвентаризации. Поэтому те, кто зарегистрировал право собственности до 2003 года, вернее, приобрёл его, не зарегистрировал, поскольку тогда регистрация не была обязательной. Вот с этими есть определённая опасность того, что мы не будем знать, кто кому что отчуждал и когда. Ну, я так понимаю, что необходимы какие-то, я не знаю, изменения на законодательном уровне. Наверное, законодатель должен подумать, в том числе и об этом, о котором вы говорите, и внести соответствующие правки в действующие законодательства. Такое возможно. Либо передать нам в реестр, который числится в бумажных носителей в Бюро технической инвентаризации. Ну, опять же, приду смотреть это в приказном порядке с соответствующим образом поступить. Собственно, уже история этого года. Мы, так скажем, из средств массовой информации услышали, что в какой-то момент соответствующие государственные органы, ну, так это звучало или так нами воспринималось, утратили контроль на короткий промежуток времени над государственными реестрами. Тогда, собственно, зазвучали такие точки зрения, что вот государственные органы утратили контроль, и в этот момент, ну, некие злоумышленники получили контроль над этими реестрами, могли ли внести туда любую информацию, либо изъять любую информацию. Ну, конечно, чувствительно, если речь идет об объектах, о праве собственности на объекты недвижимости, на землю и так дальше. Насколько были оправданы вот эти все разговоры, что тогда происходило? Ну, я хочу сказать, что изъять информацию из реестра – это почти невозможная вещь. Почему? Потому что построен он таким образом, что по каждому объекту недвижимости фиксируется субъект права, объект сам и другие имущественные права, обременение всевозможное. Поэтому изъять какую-то запись невозможно, поскольку даже если… Ну вот, предположим, мой регистратор ошибся и внес ошибочно запись, и потом он отменяет эту запись. Да, она не будет отображаться на интерфейсе, но администратор реестра, когда в него зайдет, он увидит, когда, кто и при каких обстоятельствах эти записи вносил, и будет последовательность их полностью восстановлена. Поэтому сказать, что можно тайком что-то извлечь из реестра – это практически невозможно. То есть манипуляция невозможная? Практически невозможная. Что же тогда вот происходило? Я полагаю, что были отключены все реестры. И отключены они были, ну, скажем, не в целях профилактики, в целях осторожности. Да, это было связано со сменой руководства в государственных предприятиях, которые являлись администраторами этих реестров. И я полагаю, что на определенный промежуток времени это было сделано как необходимая мера для того, чтобы не иметь никаких проблем в дальнейшем по поводу пользователей данного реестра. Но сами реестры не могли пострадать от этого исключения. Но потом в плановом порядке все это было включено, и с 3 октября реестры стали работать в обычном режиме. Да, иногда бывает перегруженный реестр, невозможно к нему доступиться. Да, когда обрушилось, допустим, 500 пользователей одновременно на единый государственный реестр, подвис реестр. И это было на протяжении недели, скажем так, когда было очень трудно работать государственным регистратором юрфизлиц, поскольку реестр постоянно вис. Но сейчас я бы не сказала, что у нас есть какие-то серьезные проблемы. Я веду статистику каждую неделю. И вот за прошлую неделю у меня сбои в реестре были на протяжении 3 часов. И то только потому, что это было отключение электроэнергии в одной из районных регистрационных служб. Насколько мы слышим из того, что вы, собственно, понимаем из содержания разговора, служба, которую вы представляете в Николаевской области, она достаточно новая. Функции важнейшие, можно сказать. Вы укомплектованы необходимым количеством людей, и, собственно, эти люди обладают достаточной квалификацией? Ну, скажем так, если говорить о кадровом составе, я очень тяжело его подбирала. Передо мной прошла не одна сотня претендентов, пока я сформировала личный состав регистрационной службы. Конечно, за качество подбора я могу нести ответственность только по направлению регистрации прав на недвижимость, потому что этих людей я набирала с ноля. Все остальные, вот в актах гражданского состояния, регистраторы юрфизлиц, безусловно, я принимала это как переходящее красное знамя в наследство. То есть вот мне дали в наследство и пользуюсь. Да, сейчас я периодически занимаюсь сменой личного состава. Кто-то увольняется сам, перед кем-то я ставлю вопрос об увольнении. Но на сегодняшний день моя регистрационная служба по Николаевской области – это 365 человек. Из них 93 – это те, кто занимается направлением регистрации недвижимости. И укомплектованы мы на 95%. Ну хорошо, но мы же понимаем, что, скажем, значительное количество людей, которые у вас работают, они сосредоточены, наверное, в областном центре. А что у вас происходит в районах? Ну мы же слышим вот постоянно, там, я не знаю, Кривое озеро, Братское. Даже тут вот рядом, взять с нами, Жевтневый район. Жевтневый район, да. Мы часто слышали и ранее, что там вот, скажем, в государственных органах ну недостаточное количество по совершенно объективным причинам квалифицированных специалистов. А здесь вот такая, ну, тонкая, чувствительная, фактически для каждого из нас работа. В любой отрасли, из тех, которые вы, собственно, непосредственно выполняете, укомплектованы у вас есть достаточно людей для этой работы? С каждым из этих названных районов стопроцентная комплектация. Но Жевтневый район, три регистратора, Николаевский район, два регистратора. Это крайне мало, это недостаточно. Но когда мне довели в 2011 году общую численность 96 человек, то я должна была исходить из того, где у меня больше всего регистраций. Я попросила Бюро технической инвентаризации, они мне ответили, сколько у них было регистраций. Исходя из этого, я решила, что необходимо сформировать особо крупный личный состав, это в городе Николаево, потому что здесь максимальная численность по регистрационным действиям. Ну и, в принципе, практика показала, что я была права. Хорошо, но сейчас вы говорите, что вам еще передали функцию регистрации, вот, скажем, всех действий, которые происходят с землей. Земля — это районы. Огромное количество земель сельхозназначения. ПАИ, аренда — это же тысячи, ну, скажем... Безусловно. Что с этим? Я хочу сказать, что личный состав надо увеличивать как минимум вдвое. На сегодняшний день уже с 1 января планируется увеличение численности штата. И я думаю, что вот Украинский реестр намерен буквально днями дать мне то количество, на которое будет увеличена численность. А нарекания на самом деле есть? На то, что люди физически не справляются? На самом деле есть. Да, при том, что вот особенно показателем у меня есть в этом плане жовтневый район, который говорит о том, что мы видим, какие титанические усилия они прикладывают. Мы видим, что они уходят с работы в час ночи. Поверьте, это не пустые слова, это так и есть. Человек приходит на работу в 7 часов утра и уходит в час ночи. Это ненормальный режим. Я это прекрасно понимаю. Поэтому единственное пожелание было в организации работы — это увеличить численность регистраторов. Ну, на сегодняшний день, я думаю, что мы все-таки с мертвой точки сдвинулись, и в ближайшее время мы увидим это увеличение. Ну, а я так понимаю, что поскольку вы руководите службой, областной службой, ну, приходят же к вам граждане на прием и жалуются, наверное, на что-то. На что чаще? Вот с чем чаще всего приходят непосредственно рядовые Николаевцы к вам? Ну, я хочу сказать, что с моей горячей линией и с теми личными приемами, которые я веду, у меня было более тысячи человек, которые ко мне обращались по каким-либо вопросам. И статистика показывает, что в основном это вопросы, связанные с регистрацией прав на недвижимость. Очень много вопросов, которые касаются оформления прав на землю. Это наиболее уязвимый вопрос, и я думаю, вероятнее всего, потому что менее всего он был отрегулирован на законодательном уровне. Вот та чехарда с органами, которые вправе были регистрировать права собственности на землю, вот та неопределенность, которая говорила о том, куда же мне пойти, к кому обратиться, чтобы зарегистрировать право, дало вот такой результат, что это наиболее уязвимый вопрос на сегодняшний день. Но в принципе, в плановом совершенно порядке, в рабочем порядке, мы решаем все тяжелые вопросы и, скажем, определяем практику, практику рассмотрения таких дел. Да, к сожалению, во многих случаях мы отправляем в суды, но тогда, когда мы людей отправляем в суд, мы просто не видим другого выхода для приобретения права на недвижимость. Сейчас мы так в Украине наблюдаем некую такую, ну я не знаю, оживление такой политической активности, общественной активности. Насколько сложно, либо не сложно сегодня зарегистрировать общественную организацию? Вообще часто вот, собственно, Николаевцы, например, регистрируют общественные организации? Как это происходит сегодня? Ну, в принципе, я хочу сказать, что за этот год по регистрационным службам Николаевской области зарегистрировано всего 40 общественных организаций. Это мало? Ну, это мало, поскольку вообще у нас их 1740, которые зарегистрированы в Николаевской области. И я хочу сказать, что такое количество общественных организаций только моя регистрационная служба областного уровня регистрировала в 2012 году. Но с этого года мы не имеем регистрационных функций. Вот именно моя служба, мое подразделение не имеет таких функций, а имеют их все регистрационные службы на местах. И вот они все вместе зарегистрировали всего 40 общественных организаций. Семь дней на это дается. Это небольшой срок для того, чтобы зарегистрировать. А кто может инициироваться? Что нам законодатель пишет? Кто хотите. Хотите юридическое лицо, хотите физическое лицо. Но только не государственное предприятие. Ну хорошо, может быть один человек, либо группа лиц. Это должно быть не менее двух человек. И, ну, допустим, юридические лица у нас отличаются чем по организационной правовой форме. Если это физические лица, это будет общественная организация. Если это юридические лица, то тогда будет общественный союз. И вот в зависимости от этого они отличаются. А в принципе никаких различий в их деятельности нет. Более того, я вам скажу, что законодатель пошел по пути, скажем, демократизации деятельности общественных организаций. Почему? Потому что ранее они не имели права заниматься хозяйственной деятельностью. А вот сейчас они имеют право это делать. И для этого совершенно не обязательно создавать какие-то структуры, которые будут вести какие-то коммерческие направления. Сама общественная организация может этим заниматься. Но только ее порядок налогопожения, ее будет иной, он будет отличаться от неприбыльных организаций. Насколько сложно, либо не сложно сегодня зарегистрировать печатное средство массовой информации? Абсолютно несложно. Если вы хотите, вы физическое лицо, в единственном лице, можете обратиться к нам. И для этого нужно подать всего лишь навсего свой паспорт, идентификационный код. Подать заявление, установленное в образцах, где указать, что это за печатное издание, какой его формат, какая периодика выпуска. И в течение 30 дней мы принимаем решение. Я издаю приказ регистрации и подписываю свидетельство. И с выдачи этого свидетельства это печатное средство массовой информации имеет право на выпуск. Но вот я хочу сказать, что в последнее время у меня активизировалась кампания, к сожалению, по аннулированию свидетельств, которые мы выдавали. А аннулирование тем, кто в течение года не выпустил ни одного печатного издания. А это обязательное требование, которое вытекает из закона. И если этого не будет, то, безусловно, мы предпримем меры к аннулированию таких свидетельств. Ну и на сегодняшний день у меня есть несколько целый ряд печатных изданий, их 10 штук, по которым мы уже приняли решение. Я сегодня подписала приказ о том, чтобы не выдавать свидетельства в связи с тем, что после того, как мы издали приказ и предложили оплатить за регистрацию, не были предприняты соответствующие меры, а если три месяца нам никто не оплачивает, то мы потом свидетельства не выдадим. Эту процедуру надо проходить заново. А так, в принципе, все просто. Хорошо. Еще, может быть, немножко о жизни. Николаевцы часто сейчас регистрируют брак? Какую мы видим тенденцию? Больше, меньше? Можем мы уже сейчас говорить о тенденциях? На 10% больше, чем в прошлом году. Это позитивно. Это безусловно, это позитивно. Но я хочу сказать, что и количество расторжения браков не упали. Тоже высокое. Единственное, что по актам гражданского состояния смущает, это стабильная статистика из года в год наблюдаемая. На 3 тысячи превышает количество смертей, количество рождений. Вот это печальная статистика, к сожалению. Но мы только констатируем то, что регистрируем. Те, кто вступает в брак, есть над чем работать. Да, есть над чем подумать. Хорошо. Вы так выше немножко коснулись, ну скажем так, я не знаю, планов. Планов на следующий год. Мы с вами общаемся в этой студии в конце года. Ну, некие итоги работы мы подвели. Что в планах уже на следующий год? Ну, в планах на следующий год у нас то, что называется усовершенствованием системы предоставления административных услуг. Мы для этого очень много сделали в этом году и планируем продолжать. То есть мы ввели предварительную электронную запись для людей, которые не хотят стоять в очередях. Можно по интернету записаться? Ну да. Зайдите на веб-сайт главного управления юстиции, найдите опцию записаться на прием, электронная запись. Выберите себе необходимое время, дату и придите в это время и дату. И при этом мы вам предлагаем не просто записаться, а предлагаем образцы документов, которые необходимо заполнить. Говорим вам, что нужно заплатить, при этом какой перечень документов подать. Вы можете прямо отсюда распечатать себе образец заявления, заполнить его и принести уже нам полный комплект документов. А я прошу прощения, это важный момент. Вот мы понимаем, что вот мы живем, например, в областном центре, ну здесь население поголовно компьютеризировано. Ну, понятно, может там люди старшего возраста, но молодежь, средний возраст, доступ к компьютеру, к интернету имеют все. Вот многие николаевцы сегодня пользуются теми услугами, о которых вы говорите. Что вот, скажем так, дистанционно можно действительно зайти, посмотреть, что нужно, сделать какую-то заявку. По направлению регистрации правной недвижимости эта услуга пользуется сейчас очень большим спросом. Если в июле было всего 30 человек, которые записались, то на сегодняшний день мы имеем уже тысячу человек более, которые записались к нам на прием и пришли к нам на прием. И уже запись у нас была расписана, вот я проверяла в конце прошлой недели, запись уже на эту неделю была расписана полностью. То есть очень многие в областном центре. Но я справедливости ради скажу, что у меня только в областном центре имеется возможность предварительно записаться на прием по регистрации правной недвижимости. В районах пока такая возможность? В районах есть такая возможность только по линии регистрации актов гражданского состояния. Хорошо. Что еще о планах? Это позитивно. Хорошо. То, о чем вы говорите, что еще о планах? В планах у нас попробовать размещать наших регистраторов в центрах предоставления административных услуг. ЦНАПы так называемые. Вот на сегодняшний день в ЦНАПе города Николаева у меня работают два регистратора юридических и физических лиц предпринимателей. А почему попробовать? Это было бы логично на самом деле. Я полагаю, что да. Почему? Потому что когда идет концентрация в одном месте нескольких регистраторов, то в принципе это удобно гражданам. Они могут прийти и получить информацию о том, что они даже не подозревали, а им надо это в планах. И то, что в одном единственном месте я могу зарегистрировать и бизнес, и право на недвижимость, и, допустим, акты гражданского состояния. Но на сегодняшний день вот эта услуга 100% может быть обеспечена только по направлению юрфиз-лиц регистрации. А вот то, что касается право на недвижимость, это сложнее. Почему сложнее? Реестр защищен. Для того, чтобы его установить, надо сертифицировать рабочее место, надо установить туда соответствующую программу защиты, надо установить туда реестр. Все это должно быть подконтрольно государственному предприятию «Информцентр». Поэтому есть определенные сложности, связанные с материальным обеспечением этого вопроса и сопровождением его. Но в принципе, я полагаю, что это вполне возможно. И в наши цели и задачи входит именно это, чтобы человек пришел и получил услугу в одном месте, которое будет называться, пусть это будет Центр предоставления услуг, пусть это будет регистрационная служба. Это было бы очень удобно. Но это очень большие движения в направлении материально-технической базы, к сожалению. Но к этому нужно стремиться. Хорошо. Подводя итог к разговору, ну, коль уж мы встречаемся здесь в конце Нового года, может быть, несколько теплых слов поздравлений для Николаевса и наших зрителей? Ну, вы знаете, поскольку все-таки у меня очень молодой личный состав, это люди в основном до 30 лет, ну, средний возраст, если мы возьмем всех, это 32-35 лет. И я хочу пожелать то, что я для себя вижу самым главным. Это профессионального совершенствования, неуклонного роста над собой и продвижения вперед. Потому что для юриста, юрист — это такая профессия, которая, в общем-то, предполагает постоянную работу над собой. И именно этого я хочу пожелать всем тем, кто работает в составе регистрационной службы. Ну, а гражданам, которые проживают в Николаевской области, я хотела бы пожелать всего самого доброго, удачи в Новом году. Ну, и исполнение, естественно, всех желаний и самых дерзких тех целей, которые перед собой они ставили. Телекомпания НСВ присоединяется к этим пожеланиям и поздравлениям. Олена Анатолиевна Кирилличенко, начальник регистрационной службы Головного управления юстиции в Николаевской области. Большая гости, которая ответила на наши вопросы. Дякую за наибольшие успехи вам и за наступающим новым годом. Дякую вам. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова